Илья, совсем недавно мне пришло извещение с требованием пройти обязательную метрологическую поверку, но я проходила совсем недавно, зачем мне снова это делать? А ты проходила или все-таки... Ну мне проверяли, проверяли. Значит, это было четкое нарушение. Я правильно понимаю тебя? Нет. Нет? Ну то есть это была разводка? Ну получается да. Ну получается да. Вот для таких, как Екатерина и, ну на самом деле, очень внимательных, и кто попался уже на подобную уловку мошенников, мы поговорим с нашей гостью, с директором Екатеринбургского муниципального центра защиты прав потребителей Ениной Голубевой. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Гражданам стали приходить вот такие извещения с требованием пройти поверку, но зачем это делать снова, если у них уже, так сказать, все сделано? Не нужно делать все правильно. Екатерина, вы сделали, вы сказали, я все уже прошла, мне это не нужно, поэтому я не пойду. Знаете, к сожалению, это вот не стали сейчас приходить, они периодически эти извещения в ящиках появляются, ну... С периодичностью. Давно уже, да, не знаю, лет пять, наверное, мы с этим сталкиваемся. Причем это именно извещения, да, на квитанции с требованиями, с там, с какими-то угрозами, что ай-яй-яй, если вы не сделаете, то вас накажут. Да, то есть пытаются исполнители услуги создать иллюзию потребителя, что они обязательно немедленно прямо сейчас должны бежать к ним и заказывать эту услугу. И это не очень правильная реклама, на мой взгляд. На мой взгляд, это такое введение в заблуждение потребителей все-таки. И организации, которые этим занимаются, я бы рекомендовала избрать другой способ рекламы, потому что когда им звонишь, да, они вроде бы как бы все очень правильно, все очень понятно объясняют и ничего не заставляют делать. Но сама форма извещения очень агрессивная. То есть это не схема нового мошенничества, а это просто рекламный ход? Такой рекламный ход, да. А как отличить настоящее письмо от такого? Давайте так. Прибор учета, он не ждет, когда ему придет извещение. То есть когда приходит документ, это не означает, что прибор учета нужно обязательно поверять. Связи никакой нет. Поверка осуществляется в соответствии с законом. Там периоды устанавливаются законом, дата поверки прибора учета указана в документе на прибор учет, либо ее можно узнать в управляющей компании, либо узнать у, например, энергопоставщика, да, вот там. А, кстати, в личном кабинете возможно, что есть, стоит дата следующей поверки прибора учета. В личном кабинете, например, когда вы регистрируетесь для того, чтобы оплачивать электроэнергию, да, вот там это все можно узнать, увидеть и понять, да. Поэтому не нужно никуда бросаться, нужно просто контролировать самому вот эти даты поверки прибора учета. Причем, мы всегда говорим, что такое поверка? Проверка, поверка в данном случае это синонимы, да. Да, это нужно делать, потому что если вы это не сделаете в срок, то наступают определенные, ну, санкции, скажем, да. То есть это прям манипуляция, чистая воды манипуляция. Ну, если мы говорим об извещениях, да, конечно. У нас есть возможность показать... Как выглядит этот документ. Да, потому что он, правда, очень убедительный со словами там и по ГОСТу, и штрафу, и ГОСТу. Я бы повелся, ну, вот честно, я бы... Конечно, выглядит очень убедительно. Маркетинг, конечно, работает. Пускай даже и черный. Мне эта квитанция очень сильно, так скажем, ну, понравилась в кавычках, да, мы поулыбались по тому, какие категории плательщиков придумал, ну, вот тот, кто придумал эту рекламу, да. Ну, давайте посмотрим на экран, да, там, от добросовестного до агрессивного неплательщика. Да, вот если вы очень долго не платите, вы агрессивный неплательщик. Ну, интересный тоже такой ход. Любопытно. Как же оградить наших мам, бабушек, родителей вот от такого пиара и от... Как им дать возможность отличить? На что обращать внимание? Ну, в первую очередь, не нужно обращать внимание на вообще то, что бросают вам в ящик, да, слишком сильно обращать внимание и на то, те объявления, которые мы иногда видим на наших подъездах. Все-таки проверять их, да. Если вдруг пришла какой-то документ, который вызывает желание, да, или гострую необходимость бежать и платить деньги, это связано с услугами ЖКХ, нужно позвонить в свою управляющую компанию и уточнить, это ваше объявление, да. Это касается газовиков, которые к нам периодически ходят, это касается, например, часто очень висит реклама организации, которая травит насекомых, да, обязательно сегодня мы будем, да, или объявление с этого дня ваш дом обслуживает вот такая-то компания, и вы можете обратиться, чтобы отремонтировать то-то, 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 да, или вот такие извещения. Поэтому нашим бабушкам, дедушкам, да, нужно объяснить, что не нужно звонить. Позвони мне, я тебе объясню, проверю, да, не впускать в квартиру посторонних людей никогда ни в каких условиях, не брать трубку, когда звонят с неизвестного номера, ну вот это все. Какой-то определенной метки, ну, я всегда говорю, услуга, вы ищете исполнителя, когда вам необходимо, да, а не наоборот, к вам пришла, и вы вспомнили, а, ну да, наверное, это нужно сделать. Потому что, когда мы говорим о добросовестной рекламе, она подается как? Если вам нужно, то мы вам это сделаем, а не вот так, как здесь, вы обязаны это сделать, потому что это нужно нам. И если все-таки мы на эти грабельки-то наступили, куда обращаться, куда лежать? К нам, в Екатеринбургский муниципальный центр защиты потребителей, вся информация о нашем центре на портале екатеринбург.рф, русскими буквами, раздел справка, защита прав потребителей. Все очень бесплатно, все очень честно, все очень ответственно. И желательно, если возникает какой-то вопрос, а надо или нет, позвонить до того, как, да, вот как оградить, да? Да, то есть вот наши телефоны есть, они работают круглый рабочий день, позвоните, спросите, тут вот мне квитанция пришла, я нужен бежать или нет? Мы все подробно объясним. Да, и лучше всего, когда вы эту квитанцию сохраняете и по ней прямо ориентируетесь и отвечаете на все вопросы. Спасибо большое, все вроде бы понятно, разъяснили. У нас в гостях была директора Екатеринбургского муниципального центра защиты прав потребителей Енина Голубева.